Всем еще раз привет, всем добрый вечер. Мы следим дальше за матчем Entity Cissor Rejects. Третья карта. Победитель проходит дальше, проигравший покидает D2CL. После этой карты у нас матч Na'Vi и T-Class. В 21.00 начнется он по расписанию, если мы закончим этот матч раньше. Либо же начнется сразу же после этой карты, если вдруг она каким-то образом затянется. Первая карта была очень быстрой. Вторая карта Entity играли до последнего. До конца сражались, защищались от мега-крипов. В итоге крипы их истыли. Третья карта. Посмотрим, чем нас еще могут ребята удивить. Ну, как минимум, Шторм Штормер, мне кажется, решил полностью восстановиться после предыдущей карты. И взять своего самого главного героя, Инвокер. На котором у него около 2000 игр. Dota 2. Да, Инвокер этот парень играть умеет. Но мы не забываем также, что депресс-кид тоже на Инвокере очень хорош. Но вот видишь, команда ЦС Реджикс как-то не торопится ему прям фпшить Инвокеров. А почему? Слушай, Инвокера легко закрыть вот на миде, например. Вот какой там худший герой, чтобы ты Инвокер не можешь прям стоять. Ну, кроме там какого-то вайпера очевидного. Кто еще? Блин, я даже не знаю. Да не, наверное. Ну, раз его не фпшают, да? Многие шмидеры на Инвокере катают вполне уверенно. Но Инвокер у нас не фп-герой. Не, я думаю, что Инвокер он сейчас на миде уст... Он просто сам никого обычно в миде выиграть не может. Но вот почему вот это нынешнее метод для Инвокера такая благоприятная? Вот, может, ты вспомнишь... Я не помню, кто говорил, но кто-то говорил вот из наших игроков давным-давно, может быть, года два назад, три назад... Кодос, наверное. Да, Кодос. Помнишь такого? Да. Вот сейчас не знаю, чем он занят, что он делает, но вот там был, скажем так, у него один успешный момент в карьере, когда он очень хорошо играл, и они там... Он в Империи же, по-моему, там выступал. Вот они там где-то там куда-то отбирались, на мажоры какие-то катались. Наверное, на парижский мажор, да? Да, это был тот, по-моему, та квалификация, где на Death Profit Code сыграл. Да, где он там суперкруто... Мы с тобой эту карту и комментировали, мы с тобой там начали сомневаться, а все ли круто. Он стопил крипов очень круто, по-моему. Да, ну мы там потом кучу... Я там кучу тоже роликов оправдательных в его пользу. Хотя мы не утверждали ничего, но все равно я посчитал, что, ну... Типа, если уж мы зерно сомнения посеяли, то надо, наверное, как-то это... Людей разубеждать в этом, потому что люди, они любят сами себе много чего надумают. Ну, короче, не суть, мы не об этом. Вот Кодос как раз говорил, что инвокер такой герой, ну, что ты можешь прийти в мид, если ты хороший игрок, ты отстоишь 50 на 50. А если ты плохой, ты проиграешь на нем просто в салат. И в этом проблема инвокера. В то время как ты можешь на каком-нибудь там паке прийти уничтожить мид, или там на Эмбере на каком-то жестко, или там на Финде на каком-то жестко отыграть и прямо уничтожить, на инвокере вот в профессиональной доте это сложно сделать. А нынешний патч, где куча рун, где куча вот этого всякого такого, ты на любом мидере, когда в мид приходишь, ты на любом мидере не можешь никого уничтожить. Потому что ты там чела прохарасил, а он на второй минуте пошел, руну забрал. У него там два заряда в ботле. На третий пошел, еще баунти забрал, еще два заряда в ботле. А потом ему еще ботл переобузили, еще три заряда. А потом он еще одну руну воды подобрал, еще два заряда. И у него просто бесконечное количество ресурсов. И ты можешь там быть хоть суперкрутым игроком, можешь всеми скиллами попадать, но вот именно вынести мид прям вперед ногами, это сейчас очень трудно сделать. И инвокер, он как раз вот он, он стоит 50 на 50, и другие герои тоже стоят 50 на 50, его это устраивает. То есть эта мета для инвокера, она, возможно, вот за счет этого момента она и хороша. И чем-то закрыть инвокера, ну, против темпларки неприятно. Ну, против вот Разора, которого интити пикнули. Ну, там можно, ну, там против Хускара, наверное, неприятно. Ну, там против Куи тоже. Ну, там есть разные варианты, когда тебе тяжеловато отыгрывать. Вот, в данный момент инвокер будет играть против Кунки. Его этот матчап, в принципе, устраивает. Но Депрест Кит, наверное, хотя, кстати, не факт. Не-не-не, не факт. У нас Кунка скорее кэрри, да, и учитывая ласпик, они сейчас какой-то мид могут взять. Пангольер хорош против Рейзера, кстати, на линии. Он разрывает, кстати, клинк очень быстро. Это контрпик даже когда-то считается. Есть там какая-то квапа. Пангольер вот тоже заходит в этих персонажей. Так что что-то еще на мид возьмут. Бан Блатикера. Бан Марафа. Ну, ладно, мы не будем утверждать, что на мид. Мы скажем так, что Кунка может пойти и на мид. Может пойти и на кэрри. Да, легко. Легко. Понятно будет, кто на харде у интити. У них же может быть и Разор на харде. Ну, так, чериотически. Посмотрим. Да, тут последний бан и минус Морф. И еще, наверное, какой-то дополнительный такой кэрри должен быть забанен. Темпларка, мне кажется, хороший бан. Мне почему-то так кажется. Не знаю. Кунка плюс Темпларка нормально вместе работают. Может быть, Дровка. Или, нет, Дровку ты уже боишься, да? Клок, Спирит Брейкер. Что-то не очень. Шэдоу Демона. Может, Террор Блейд? Шэдоу Демона тоже. Слушай, ты Луну, помню, на первой карте предлагал. Может быть, Спирит Римс, Новый Лун? Можно. Потому что Шэдоу Демона, классная пара. Шэдоу Демона, если вдуматься, Шэдоу Демона прям суперкрутой герой против Спирит Брейкера. Прям контра. А что, кроме Бульдоза, ты сбрасываешь? В чем еще контра? Ничего не сбрасываешь, но ты можешь спрятать от чаржа. Или Спирит Брейкер ультанул, ты можешь спрятать. Нормально. И, как бы, законтрить Бульдоз Спирит Брейкеру, это уже достаточно для того, чтобы его просто убить. Потому что под Бульдозом его убить невозможно. Фактически. Слушай, может быть, какую-то вообще Лину взять в мид? Стоять на кэри. Мне кажется, Лина против Финвокера очень будет стоять. И Лина будет тоже хорошо. И против Рейзера она по игре себя чувствует комфортно. Она держит. И даже Спирит Брейкера потенциальная с таном, но можно попытаться остановить. Бан Энигмы. Бан Энигмы? Ну, вот сигнатурка Тоби. Одна из. Еще он круто играет на Фурионе. По-моему. Но тут Фуриона ты не хочешь брать против Кунки Джакира. Зачем брать Фуриона? Просто похоронить себя. Вопрос, что энтити хотят вообще от своего пика? Ну, как бы, кто у них... На четверку им нужен герой? Виномансера берут. Тоже хотел сказать, что тоже одна сигнатура к Тоби. То есть это Спирит Брейкер Саппорт и Виномансер Тройка. О, не знаю. Мне кажется, для Террор Блейда очень прям хорошая игра. Для Наги Сирена очень хорошая игра. Для антимага очень хорошая игра. Для антимага вообще халявная игра просто. Сейчас Тессер Эджикт заберут что-то такое. Кажется, для них-то будет прям фривин. Ну, блин, антимаг. Антимаг, вот если подумать про антимага против Розора, нормально Ли. Ладно, мне нравится. Вот, я предполагаю, антимаг, Террор Блейд или Нага Сирена. Вот один из этих героев тут будет хорошо смотреть. А против Вену антимаг нормально-то отстоять линию? Не будет ему прям тяжело? Он ему как раз ничего не делал. А за Джакира ты его вообще можешь уничтожать, если ты Джакира ПОС-5. На вторые уровни быстрее получаешь. Огонь плюс этот самый плевок. Антимаг напрыгивает с брейком и просто прожигает всю ману. Потом ты кольцо покупаешь, тебе плевать вообще на яд. Вот, ну, Террор Блейд тоже себя будет хорошо чувствовать. Так что, выбор Рамзеса, Террор Блейд по сигнатурочкам, по сигнатурочкам, да, пошли. Ну, нормально, мне нравится, что у Тес Реджикс. Я думаю, Депресс-кит Митт стоит спокойно против инвокера. Антимаг, конечно, более удачный герой против инвокера, да, чем Террор Блейд. Террор Блейду инвокер может мешать. Он там может ману прожечь, тебе не хватит маны на Сандер. Может бласт дать тебе по иллюзиям. Какие-то колдснапы тоже все это мешается. Метеориты и иллюзии убивают и так далее. А Антимаг, он вообще контрспеллом колдснап вернет тебя обратно, напрыгнет, монтится и просто тебя убивает. Потом сейчас она выйдет. Вот, такие дела. По традиции принято говорить, что Террор Блейд — это идеальный герой против Розора, поскольку он иллюзионист и обладает большим уроном, что ты из него выкачиваешь, не выкачиваешь, он все равно бьет больно. Но нынешний Разор — это не факт, что... Не факт, что он так сильно будет от Террор Блейда страдать. Тоже очень сильно привязано к лайнингу. Для Пангальера игра должна быть хорошая, на мой взгляд. Вот, немножко мешает Клок, немножко мешает Спирит Брейкер, но если Спирит Брейкер кастует скиллы в Пангальера, он не кастует скиллы в другого героя. Вот, ну и, конечно же, крутое сочетание Шэдоу Демона с Террор Блейдом. Согласись, тоже можно сделать дополнительные иллюзии, которые будут наносить дэмэдж. Вот, это все классно. Ладно, давай смотреть. То получится у нас такое прям яркое противостояние получается. Ну, хороший матч получился. Хороший матч, как я уже говорил ранее. Очень сильных команд 2-го дивизиона. А, Entity, в общем-то, чуть не самая сильная. Чуть не забыл, Лекс. Пока у нас все бегут, небольшая, значит, рекламная пауза. Ну, во-первых, коэффициенты от наших партнеров inline. TestRagex 1,55, 2,35 на команду Entity. И для всех зрителей, которые беспокоятся о своем собственном здоровье, кто внимательно к нему относится, у нашего партнера in vitro вы можете проверить свое состояние здоровья со скидкой 20%. Приходите по баннеру под трансляцией, чтобы узнать подробнее. Вот. А тут у нас Smoke. TestRagex бегут на тройку, ставят Vision. Будет попытка ФБшку оформить. Или что? На гору встали? Джакиро очень классный герой, мне кажется, в плане ФБ. Он тут задувает, там сразу замедление, и дальше в погоне можно. Это круто. Вот Вена, конечно, герой, не знаю, для меня всегда такой спорный форс. Я вот когда его вижу, мне прям становится с этой командой страшно. Я понимаю, что он может, как и очень быть опасным, прям задушить, но я помню столько игр, где он просто бегал как саппорт, а то и хуже по импакту саппорт четвертой позиции. Что здесь у Тоби будет, как он на линию отстоит, смогут Тоби душить на ОМИ. Много вопросов у меня есть, я думаю, даже ты не ответишь, тут реально надо посмотреть. Я больше привык видеть то, что Виномантер ничего в игре не делает, чем он что-то делает. Особенно, когда это не ласт пик Виномантера, когда ты, ну, видишь, например, врага Урсу, и ты такой думаешь, блин, халява для Виномантера, да? Берешь Виномантера, прям душишь этого Урсу, правда, он потом все равно опасный в игре с Enraison все диспелит, но если ты хороший темп на Виномантере разовешь, ты Урсу не сильно боишься. То есть, если ты прям, ну, на 30-й минуте не проигрываешь ему, там, 10 тысяч нетворса. Вот, а это вполне реально сделать, если ты очень хорошо на венике, там, и линию простоял, и по игре, потом давление оказываешь, все делаешь правильно, по макро играешь. Вот, но когда ты, ну, типа, пикаешь героя, а у врага есть, как бы, выбор, тут же, понимаешь, террорблейд, это же не единственный вариант, который крутился в голове у Рамзеса, он же наверняка, вот реально, он думал и про нагу, она здесь хороша против Разора. Ну, чё, Разор кастует свои сплы, ты, если у него нет ВКБ, ты сон, а если у него есть ВКБ, покупаешь, гоним, сетку ему кидаешь и уходишь, говоришь, да побачь, а иллюзии на него натравливаешь, они его бьют. Всё, классно. Там, для антимага тоже, наверное, не самая плохая игра, гипотетически, да, Баратром чаржит, да, неприятно, но остальные герои, если чё антимагу не делают, вообще ничего. Ну, вот, поэтому, да, вот такой, как бы, пик Виномантера, можно было напороться вообще на чё угодно, вот реально, и на нагу, и на ТБ, и на каких-то других героев неграмотный, мне кажется, выбор со стороны команды Энтити, вот, и ставится пауза. Видишь, в ротизрабшине ставит паузу. Пакет лосс 50%. Такое с дотой бывает. Инвокер экзорс, класс. И это открывает много возможностей, под того же Спиритбрейкера, я видел уйму игры, где Спиритбрейкер там даёт Инвокеру миллиард фраков, первые там 10-15 минут, да и не только. Может быть, здесь будет не исключение. Пока со страйк, конечно, слаб, и Шторм Шторм Мирос пользует его только для того, чтобы крифов добивать, рейнджовых. Но в будущем, я думаю, от Инвокера реально будет строиться игра, ну, как минимум, на верхней линии. Гель, Чарж, и Рамзес мы знаем. Террор Блейд герой очень тоненький, он боится магии чистого урона. Тоби. Тоби стики есть, но боюсь, что тут они спасут. Какая же сильная линия, да, особенно когда метр нажимается. Дуал Бриз, и под Метаморфозу Рамзес начинает стрелять. Больше его и не надо. Чё-то пока у меня смутные сомнения в один форсаж. 10 крипов у ТБ, 4 у Вену. Сейчас по уровню будут очевидные превосходства. Я жду реально спасения в будущем от Инвокера. Вот, Гель. Со страйка маны не хватит, по-моему. Сейчас там фангаз динает. Зес? Нет. Нет, динай не будет. Ну вот, вот так вот можно будет действовать. Это пока без санстрайка. Тут же типы, в том числе и от Фишмана, который стоит вообще на другой линии. Так же, как и Кристаллиса. Дело-то в чём. Рамзес ФБ забрал, а пачку крипов ФНГ всё втанковал. То есть он 0 крипов потерял. Когда ты умираешь на линии, ты грустишь не потому, что ты отдал там 200 золота врагу. Да плевать тебе на эти 200 золота. Ты сам должен фармить. Если умер под вышкой, например, и у тебя нет телепорта, а у тебя под вышкой 2 пачки крипов. Всё, ты слил линию автоматически. Потому что ты сейчас эти 2 пачки крипов пропустишь. Не получишь с этого там 500 голды, там примерно, там примерно 400. И всё. У тебя просто темп игры сбит очень сильно. Враг за счёт этого преимущества в 400 голды докупит себе там ранее ПТ и начнёт тебя душить, давить и так далее. Раньше левел там получит ключевой. И всё. У тебя большие проблем возникает. Вот. А, жаль. Рома не потерял ни одного крипа. Из-за того, что умер. Так что это такое, знаешь. Плевать ему на это. Инвокер очень сильно мид проигрывает. Очень тяжело Шторм Шторм Миру. Постоянно без хп. Маны нет теперь. А может это пункт? А зачем ему тап? Вот, блин, странный. А зачем ему тап? Сейчас ещё одни брызги и всё. Там сейчас просто Иксмарк будет, я так смотрю, если Шторм Шторм Миру останется. Окей, фласка приехала. Фласка танго. Но у него нет маны. Ему надо манго теперь тащить. Там кунка бежит, контролит баунти руну. Сейчас отхилится. Сейчас ещё торрент кинет где-нибудь. Потом руну воды заберёт. Да, полностью пробивает боттл. Прискейт, просто торрент. Шторм 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 Миру этого не видит. Удар с Тейт Брингера. Третий Тейт Брингер. Ну, хотя бы рейнджа задонайл. Ну, такое ощущение, что скоро просто Шторм Шторм Миру будет вынужден уйти на базу, чтобы просто восполнить ману. Даже не то, что ХП важно. ХП за счёт кваса работает, но без маны он на этой линии... Он не может помочь. Он не может помочь на топе душить Рамзеса. Который сейчас наиболее уязвимый. У которого 660 ХП. Его могут поддушить. Рамзес, я думаю, что уже понемножку готовится в лес уходить. Потому что тут Виномансер начинает... ...казаться очень неприятным соседом. Надо вот добивать максимум сейчас. Желательно. Вот прям апнет пятый. Хотя, погоди, он мету в два взял. Если взял в два мету, значит, планируются фраги какие-то. Потому что на пятом для фарма леса идеально было бы иллюзии в три иметь, я думаю. Так, как у нас на сложной линии? Пангольер, Арканы, третий уровень. Ну, нормально. У Разора динаев много, конечно. А Рожер успевает что-то подстакивать. Да, что-то, кстати, подстакивает. Смотри, там на Эншентах много терапевтов. И вот он, встанстрайк, залетает от Инвокера. Он вроде как успел себе Клоритос привезти. Пополнил ману и... А там корабль, торрент, митя. И... Пресс-хит... А Шторм Штормер без маны? Вообще. Ночь на дворе, и тут миллиард ёлочек. Кунка не может всё срубить. Он топориком работал. И, честно говоря, это же непонятно, в чем эта история закончится. Чардж в два. И Бокер. Клуб снэп. Ну, долго ждать клуб снэп. Накапает, накапает. Десять секунд — это долго. Ман Реген 2. Двадцать мана не хватало, так что. Но Курка, Иксмарк, телепорт. Так что, далеко он отсюда не уходит. Тут прям совсем было грустно. Но, мне кажется, Депресс-хит в какой-то момент чуть не поддавил. Чуть не задавил у Туинвокера, который стоял долгое время без хп, почти без маны. Задавить его не получилось. Тут демон умирает снизу. Фраг для Фишмана и Кристалиса. Паша... Ну, Паша всё равно. Свэшбакл есть, поэтому он ничем не рискует. Чего всегда эскейп нажмёт. Слушайте. Ну, на Творс. Я уже на Творс и перешёл. Тут не всё-таки круто пока. ФНГ на топе. Как ФНГ-то спрятался. Но в итоге... В итоге результат один — это смерть. Очень красные игроки-энтити. Вено. Телепорт нажимает. Под крипами. Вынужден Спиритбрейкер дать чарж. Но так бы он дал чарж, бы отсюда улетел. А так он умрёт. Спасав Веномансер от крипов. Ну да. Бывшая команда Крипвейв. Убирает оффлейнер от крипов. НТП. Ну ладно. Спиритбрейкер не так важен, как Вено, естественно. Естественно. Ждём, конечно, какой-то активности от Павла Хвастунова. Со сложной линии. Давно мы не видели просто... Пангальера позиции 3, да? Очень редкий герой. Ранее очень популярный. Но вот мне кажется, проблема Паши в том, что он как-то... Я его настолько редко вижу. Он то на Фениксе на каком-то, то на Пангальере. Вот вторую игру я наблюдаю. Вот всё время на каких-то таких. Чуваки пикуют Марса Тайгхантера там, да? Каких-то вот. Квапу там тройку. А Паша вот... Ну ладно, нет, здесь конкретно в этой игре всё правильно. Как ты говоришь, Марс Тайд, он бы тут от Рейзера бы наелся. А Пангальер прекрасно стоит. Не, ну... Я бы не сказал, что Марс прям наелся. Марс это настолько универсальный герой, что ему по большому счёту по барабану. Но в центре колл снэп. Идсмарк, тут торрент, корабль. Ну, это саппорт Клокверка. Но, с другой стороны, всё под аркейн руной. То есть кулдауны очень низкие будут у этого всего. Вот. Паша делает такой билд чисто... Такой командный на тимфайт. Вот у него аркандные. Вот у него должен появляться саурбов кароужин. По крайней мере, он хочет его купить. Может, он подумает, скажет, блин, я не могу с этим кароужином на линии душить соперника. Может, мне его тогда не надо покупать. Может, мне лучше купить там яулечик какой-то. Яулечик тут, кстати, классный. Против Виномансера и Спиридбрейкера. Почему бы купить яулечик? Ставил Центрик катаоми. И девардит полностью девардит вражеский вижн. Вражеский вижн вообще не хитрый оказался. Так, и тут снова погоня. То ли за фишманом, то ли... Фишману варду убирал. Ребята в один момент варду уничтожили. В разных точках. Рамзес. Ну, так-то, Санстрайк на готове. Рамзес нам нужно очень грамотные люди использовать здесь, чтобы они вместе стояли и урона себе съедали. Пока не страшно. Нет у Спиридбрейкера ультимейта, хотя у Спиридбрейкера у самого очень высокий уровень. Вену седьмой, Спиридбрейкер пятый с половиной. Инвокер наконец-то везет себе Митас. Снова фишмана проблемы, по всей видимости. Теряет он пакеты. Некомфортно играть на Клоке очень важно. Четко работать с хукшотом, особенно Дэйс, ракеткой. Попадать в четкие тайминги в нужную точку. Так, идем. Рамзес с трудом, но выфармливает очень рано уже стаки Эншентов на пару с Депресс Кидом. Еще одна попытка поиграть. От фишмана. Что традиционно Вену начинает давить линию. Выгнал отсюда вообще всех. Первые змейки. Замакшенная пассивка, но и змейками уже. Крипов дофармливать. И башня почти упала. В это же время снизу Пангольер... Ну, один раз там то ли Крипы, то ли Пангольер башню ударил. Неудивительно. Неудивительно, что что Демоны Пангольер не смогли задавить Рейзера и Клока. Ну, это очень трудно. Да, хотя на предыдущей карте мы видели, насколько Рейзеру было тяжело стоять. Он там против Магнуса Бэйна, да, он там натерпелся. А тут вообще Пангольер, мне кажется, он... Не такой уж и безобидный. Так, вот, кстати, на Кристаллице здесь такая небольшая атака. Там убивают Спирит Брейкера. Ребята толпой. И у... Шадоу Демона, то уже ультимейт есть. Круто. Так-то, наверное, под кораблик Роджер даже скажет, давайте смоук нажмем. А может быть и без корабля. Атака уже снизу. Макрай, пирай, спас, задувка. Паша выходит. Да, это очень больно. Там, конечно, мы сейчас... Ой, сонстрайк, Пашо. Паша хорош. Паша красавчик. Нам мог бы спокойно дождаться инвокера, естественно, Спирит Брейкера. И это был бы готовый фраг. Но в итоге Пашу, походу, должны убивать батарейки и фишмент с ДД. 130 урона у него руками. На топе готовится атака на Тоби. И вот он пуш. Вот Кунка. Даже без корабля. Тоби дерется до конца. Он очень жирный ультимейт. Но это лишнее. Ты видишь, ничем не рискует. А может на базу сонстрайк? А, сонстрайк это нет еще. Или есть? Есть. Есть, есть. Сейчас Кунка отключит армлет и прилетит сонстрайк. Ну ладно, это... Может быть, да, таково? Так. В центре сонстрайк кто-то летит. А, в мид летит на Роджера. Но там Спирит Брейкер должен его добивать. Еще один дуал Бресс по СБ. Больдоза не хватает, конечно. Слушай, так если подумать, саппорт это у команды с из Реджекц против Спирит Брейкера прям идеальный. Смотри, у тебя есть Шадоу Демон, который либо сейвит из-под скиллов, либо диспелит Пурш. И у тебя есть еще Джакира, который просто айспас кладет. И ты как бы въезжаешь. На чарже в этот айспас, и он прерывается. Какие вообще интересные ему закрутить. Блин, надо на самом деле... Сейчас просто в паблике ты вот... Какую игру не включи, там везде этот Спирит Брейкер. Если надоело играть против Спирит Брейкеров, просто берешь себе Джакироса. Ну или сам пикаешь Спирит Брейкера. Ну это да. Ну мне, не знаю, у меня почему-то вот лень играть. На таких героях. Не знаю, почему. Ну вообще герои, конечно, очень сильные. Паша атака. И Рокер с анстрайком. Оказывается, Спирит Брейкер дальнейшей атаки. Хотя все было. Назер Страйк в том числе был. Но Шадоу Блейдом будет попроще. На руне Фишман. Работает четко. Волшебство ворует. С под рук. Депресс Кида. Продолжает качаться Рамзес. Продолжает Рамзес. И, наверное, если у Рамзеса все будет прям хорошо на качи идти, то он должен без проблем потом в лейтгейме жить. Если прям не будет у него сверх много неприятностей. Террор Блейд здесь выглядит прям очень сильным. При всем уважении кристаллицу на Рейзере. На котором, кстати говоря, он играет третью карту подряд. Хотя не будем его ни в чем обвинять. Рейзер сейчас один из сильнейших героев в доте, в принципе. Снизу башня потихонечку начинает падать. Первый реальный заход от Цисер Джекс по нижней линии. Готовы, по-моему, это пресекать. Перед Брейкер-то в позиции. Могут в любой момент напасть. Может быть, на то уже ФНГ. Пока атака на Фишмана. Фишман. Ой, Фишман себя Когами, по-моему, чуть не убил. Ну, ой. Не попадает. Фишман, не знаю, может быть, потеря пакетов всему виной. Уж не знаю. Но хукшот мимо. Раскон при этом на Роджера. Вот та самая контра. Дизрапшн. Незерстрайк. Санстрайк. Очень неплохо долетел. Пурш на Рейзера. Но никак его реализовать не получится. Рамзес на это не реагирует. Он продолжает качаться максимально много. 7200 на Творс. У Рейзера 5500. Снизу башня при этом падает. И получится ли отомстить? Кунка. Баш со второго удара. Выходит. Ой, а Рейзер-то как подставился. Кристаллис вышел здесь вообще без ресурсов. Без всего. Стики нажимает. Погоня за ним продолжается. Очень жирный. Задувка. Айс пас. Свэш бакал от Паши. И Кристаллиса убили. Еле залетает. Станстрайк. Лучше бы он не сбивал телепорт. Это тот самый момент, когда лучше бы телепорт не сбивали. Дипресс кит. Ну, тяжело. Он спирит Васселом, но делает фраг. То есть делает максимум в этой ситуации. Учитывая, что все равно бы убили. И Тоби забирает стрик. Забирает много опыта. Эта драка была 5 на 4, как я понимаю. То есть все были здесь, кроме Рамзеса. Если посмотреть экономически, то антити вышли в плюс. Они всю игру чуть-чуть проигрывали. Теперь чуть-чуть выигрывают. По экономике. Там мы видим, графики прям ровненько шли. Но все же чуть-чуть антити упускали. Знаешь, на каком герое манта хороший предмет, Лекс? На Террор Блэйде. На Террор Блэйде, правильно. Да, тут и манта это спасение от виномантера. В большей степени. Ну и плюс это дэмэдж дополнительно очень сильный. Это иллюзий. Тебя, метаморфоза дает тебе белый урон. А это значит, что твои иллюзии начинают с этой метаморфозой очень больно бить. ФНГ и Паша в смоуке бегут. Ставят вард, видят Клокерка. Клокерк сразу же когами пытается спастись. Вот это полет от Фишмана. В этот раз попадает. Кристалис. Без ульты, наверное, не охота драться. Куда-то Паша, мне кажется, да. Тут Паша себя переоценивает. Главное, ну, контратаковать его нечем. Берет инвокер себе травала и блинг. Ну, интересно, как он себя будет привалять. Вообще любопытно. Вот ты сказал, что Шторм Штормер это, типа, там, лучший инвокер. Это очень спорно. Он далеко не лучший инвокер. Но, определенно, игрокам, кто любит играть на инвокере, есть чему у него поучиться. Так, Кристалис терпливает здесь. Но нет ульты у Пангарьера. А Фишмана молодец. Фишмана закрывает проход, чтобы Рамзас не мог подойти нормально и здесь как-то работать. По Рейзеру. И Рейзер за счет этого живет. Блин, мне нравится, что делает Фишмана на этой карте. Серьезно, он столько импакта дает. Паша еле живой. Паша нажимает стики, уходит в таверну. Отправился Роджер, Тоби тут под ультимейтом душит и Кунку. То есть он двух героев выгоняет просто из драки. Одного при этом убив. Гель попадает. Санстрайк, что по инвокеру нет маны, как я понимаю, успел. Кунку уйти на базе. Больно, он умирает на базе. И там спасения просто не было. Вену добили. Или Рамзес избивает спиритбрейкера стики и чарж. Наверное, нет. Чарж в КД еще долго был. Ну вот так вот, Форс. Нам Тоби утирает лицо. Говорит, что парни, вы это, были неправы. И дает колоссальный импакт. Он столько тут работы сделал. Да, это вот одна из тех игр, где вот вроде как все хорошо у него получается. Ну, наверное, знаешь, вот правильный билд на героя, это залог хотя бы как минимум удобной игры. А это уже как бы возможность сделать какой-то импакт. Вот для того, чтобы, ну, если вы, например, вот начали, там, хотите поиграть на каком-то новом для себя герое, добавить его в пул. Самое полезное, что вы можете сделать, это просто посмотреть, что делает там какой-нибудь игрок, который на этом герое играет часто. Так, фишман здесь, хукшот плюс санстрайк, и Роджер будет умирать здесь. Без вариантов. Паша там где-то катается, что-то пытается делать. У него кончается ульт, он не запрыгивает. Но Гейл в него также не попадает. И должен отсюда Павел уходить. Вот, и в топе, поскольку опытный виномансер, вот мы же кого видим на виномансерах? Как обычно виномансеры пикаются? Там кто-то пикает урсу, и чуваки такие, блин, го виномансеры? А ты потом смотришь, у него там третий бронзовый левел на виномансере. Так, вот здесь наконец-то Штормер начинает давать свои скиллы. У Депресскида большие проблемы. На чаржи влетает. Ух, как же круто, влетает. Но здесь немножечко торопился санстрайком. Гейл есть, Спирит Весел есть, и Паша еще без Юла, он это не переживает. Спирит Брейкера он убить не может. Команда Энтити очень начала агрессивно играть. Террор Блейд пока не может вписаться в эту игру. Рамзец пока не готов-то ходить в активном. Не знаю, может он или нет, но естественно он без мета элементарно. Поэтому Рамзец не может войти. А Кункин надо ПКБ дофармить. Я не знаю, у Кункин что-то с Нетворсом какая-то беда. Где его вещи? Вообще нет. Армлетт есть. Если ПКБшки нету, то тут Рошана должны будут добрать. И ПКБ на Розоре появляться. Вот, это как раз момент, когда могут Энтити жестко отыгрывать. Еще один карш. Да, и коэффициенты от Винлайна сравнялись. Даже уже тут на Энтити 1-34. Все как изменилось после этой драки. 2.80 на CIS Rejects на победу в этом матче. Там буквально, буквально за 5 минут. Инвокер, ты говоришь, что не включался. Но Инвокер ведь на страйке давал. Типа Штром Шторомера и не было рядом. Но он импакт делал не меньше, чем Кунка делает. Мы это видим по количеству ассистов. То есть ассистов, 2 фрага на 0 играет Инвокер при этом. Отопия. Спирит Брейкер. Да ладно, фейзы. Бульдоз работал в этот момент. Но Пангольер должен, должен убивать. О, развернулся Паша. Смешбакал. Я уж испугался. Но Паша тут... Паша тоже боялся. Очевидно, он не понимал, как там далеко тот же Фишман. Тот же Инвокер мог на травелах, например, прилететь запросто. О, пошло. Слукшот. Врыв от Фишмана. Санстрайк. И Паша смешбакал через секунду. Ракетка у Клока в КД. Третья ракетка Пашу убьет. Паша нажимает телепорт и уходит. Ух, было тяжело. Ну ничего, ничего. Я сказал бы, фанатам Цисер Джекс не расстраиваться. Потому что, как только Рамзес полноценно войдет в игру, будет играть с командой. Буддрака 5 на 5. Рамзес здесь может наделать очень много грязи. Пока все-таки 3-2-1 у него статтап. Санскому очень сильно поможет. Манту, кстати, скипнул. Даже на террорблейде. Хотя мы бы поняли, если бы он эту манту купил. Ждут, как минимум, вот и проскида БКБ долгожданная. Которая обычно в 15-й может появляться на клуб. Так, все, БКБ есть. БКБ есть. С другой стороны, у противника в данный момент Аегис имеется. И хочется ли прямо идти активно драться спиритбрейкера. С Клокверком очень богатый. Очень. В то время как Джекиру немножко пропадает. ФНГ дает свой импакт все равно. ФНГ все равно, несмотря на то, что у него на Творс худший на карте, он очень полезен. Купил этот необходимый вейл. У него высокий уровень. Так, кстати, интересно. На Творс низкий, а уровень выше, чем у Клока. Потому что Джекиру вечно на пуши. Вечно у башен стоит ФНГ. Массовые юлы будут у Цисра Джекст. Ну, Форс уже сказал. Против Баратрума, да. Понятно. И Баратрум, и Веник сбрасывать эффекты все эти себе. От кем. А, Разору уровень 17. Очень-очень большой. Прискидер, байтит на ВКБ. Моги, Метеорит, Санстрайк. Что ж ты не жмешь так долго? Блин, я уже начал переживать. А если Баратрум был бы рядом? Опасно, опасно играет молодой Депресс Кит. Баратрум бы дал ему чарж, его бы полностью продамажил Метеор. Там что-нибудь еще бы влетело, и он бы просто умер. Ну ладно. Как бы поменяли Клока на БКБ. Я не уверен даже, что это хорошо для команды Цисра Джекст, потому что... У них не было выбора. Потому что там либо Кунка умирал, либо Клок. Ничего себе, они на Квайгис активно полетели. Ну сейчас они, мне кажется, просто по Дефле. Там Разор вот. Но Курка без БКБ прямо сейчас. Спирит Пассел. Они подтягивают его поближе, чтобы Т2 не мешал. Хороший Тсрапшин. Как спасать дальше? Врыв от Паши, Депресс Кит, но нет. Весь удар на себя пытается размяться Спирит Брейкером. Спирит Брейкером под Пойзером от Иллюзии умирает. Кристаллитель дальше за Пашей. БКБ работает, Кристаллис Пашу дужит. Прибегает Ромзес. Так. Ромзес прибежал, но все остальные убирают. Жесть. Даже Рейзер ушел. Это была профликсовочка. На самом деле. От команды ЦС Рэджик. То есть они не хотели то драться. Они пытались как-то... Ну, то есть вот в боте вышка, смотри, почти упала. Своё они сохранили. БКБ на Разоре поражалось. Кунка погиб. Да и чёрт с ним. На самом деле. Кунка, он... Ну, не, вообще, конечно, ему надо тоже жить. Может быть-то надо, но... Террорблейд выиграет эту игру. Ну, как бы у него будут большие шансы на победу. Будут большие шансы на победу, если он пофармит. Вот. И пока Ромзеса как бы всё в порядке. Сатаник уже есть, кстати. Вот я не знаю, будет ли он линку покупать. Как у ШД дела? ШД хочет себе купить Блинк плюс Форс Став. Блин, как же тут Аганим классно. Вот на Разора хоп, ульту повесил. Он начинает вот там поползать под раки. Никуда не может особо двигаться. Классно. Ещё одну ульту можно на бороду. Атака на Пашу, сам страйк. Не успел Роджеру. И дальше погоня. Ну, Дизрапшин остаётся. Рыв вперёд от Инвокера. Торнадо по двоим. Неожиданно Хекс. А, ну это Джакир, извините, сам нажал. Просто развернулся. Я уже подумал, что у Инвокера Хекс готов. Но ФНГ ещё на развороте может подраться. Убивает Клока. Кристаллис с Аегисом 15 секунд. Опасные тайминги весьма. Кристаллис пытается просто в Блэкинг Барри уйти. Куночка подкрадывается. Куночка. Ай, Ник с Маркой не выцепил куночка. Да, Рамзес прибежал. И вроде... Ну, по крайней мере, больше никто не умер. Умер только Пангальер. Рамзес откиливается за счёт Сатаника. Я тебе так скажу. Вот Рамзес, он реально как зашёл... Вот у меня такое ощущение складывается. Вот сейчас вот играю на Серверблейде. Он зашёл как будто бы... Ну, типа вот не на свой рейтинг, что ли, поиграть. Или как-то так. Но ему не фартануло как-то с командой. И у врага как бы чуваки потеют. Ну, видно, что Рамзес лучше играет всех пятерых игроков, которые в противоположной команде. Но свои тиммейты тоже что-то подруинивают. Вот Рамзес там как бы пацаны там... Я там добиваюсь от ранних. А пацаны бегут. В миде Тер-1 вышки нет. В них летят скиллы. Всё в них летит. И Рамзес вынужден подходить, дефать. Вот если бы он не подошёл, то бы все умерли. Но этой драки не должно быть здесь. Для команды The Threadgex. Тут, ну, они... Это вот что называется, именно подставились. Вот. И если не прекратят The Threadgex так играть, Террарблейд этот не вытащит игру. Он, ну, рано или поздно столкнётся с раскачанным инвокером, с, там, раскачанным виномантером. Там даже не Разор его может убить, а вот инвокер вместе с виномантером. Там и саппорты в него могут скиллы дать. Поэтому надо чуть-чуть поосторожнее, чуть-чуть больше отдавать себе отчёток, где ты находишься на карте, как ты двигаешься. Где на тебя могут напасть, где не могут. Две минуты до возможного респауна Рошана. Смоук нажимают Энтити. Они знают, что Террарблейды нет. Метаморфозы. И это хороший повод для них напасть. Но The Threadgex понимают это. Используют скан. На этом скане ловят врага. И просто уходят. Ну, пока ещё не ушли. Ну, или, по крайней мере, пытаются уйти. Пока ещё не ушли. Это просто скит. Благо, его не видно. Роджер улететь не успел. Ну, пушите, ребята. Максимум Т1 могут. Дальше нет. Потому что крипов. Крипов рядом вообще нет. Так что заберут Т1. И, наверное, отойдут. И Прески тут в позиции. Будто стоит готов нападать. С руной невидимости. Готовы затопить фраг под Рейзера. Рейзер. Главное успеть нажать по КБ. Покатился Паша. Паша. С Блингдагера прыжок на Инвокера. Инвокер. Успел выйти. Корабль Торрент в пустоту. Разгоняется Спирит Брейкер. На Депрески до идёт. Есть БКБ, пока не жмёт. Очень больно ФНГ. ФНГ погибает. Ничего этой драки не сделал. По сути, байбэк у неё есть. Врыв дальше от Фишмана. Очень глубоко Фишмана. Ставит Коги. Закрывает проход Депрески. Да, Санстрайк полетел в ТВ. ТВ ловит Элибарду. Санстрайк не точный. Кристаллис высасывает урон у Рамзеса. Рамзес начинает бить Кристаллиса. Кристаллис выбирает классную позицию. Айспас Кристаллиса не работает. Но есть много урона. Макропиро бьёт Кристаллиса. Работает Вейл. За ним погоня. Иксмарк. И Депрески должен Кристаллиса добивать здесь. Тайтбрингер откатился. Торрент. Кристаллис быстрый. Торрент попадает. И враг есть. Фух. Ну выкупил ШФНГ. Это позволило сейчас здесь ответить. Ответить очень мощно. Какой же опасный Рамзес. Даже Алибарда у него была повешена. Ему наплевать. Он переждал моменты. В него там и Юлы, и Алибарды. Все залетает. Тут уже две драки подряд. Ну в это я не видел. Юл в него попал или нет. Но в прошлой драке в него так. Ой. Капец. В топе попался. Все-таки. Виномайтер, конечно, очень сильно мешает здесь. Видно, как вот эти под Гейлом не подвигаться нормально. Нужны лотусы. Вот лотусы прям нужны. Тут цепляет Фишман, Депресткид. Ну и Нокер-Таверни. Иллюзии, иллюзии. Есть у Депресткида. Фишман один. На что же он рассчитывал? Все в таверне. Все. Я не знаю, он не прокликал. Нет, если бы у Кунки не было бы иллюзии, он, может быть, его даже бы убил без роботов. Ну да. Вот. Если бы вот какая-то другая руна бы у него была. Но Фишман же видел, что там руна иллюзий. Ты кастуешь иллюзии, и все. И как бы батарейки тебе просто перестают дамажить. Потому что они начинают распределяться в двух героев. Точнее, начинают распределяться, да, в двух героев, а не в одного. И это приводит вот к таким вот печальным последствиям. Ну, такой микро удачный момент для Цис Рэджектс. Рамзес пока что тоже качается. Все хорошо. Манту все-таки добирает. Также купил себе пику. Довольно редкий артефакт, на самом деле. Обычно пику берут уже, знаешь, от безысходности, когда ты уже вот все слоты загрейдил, а Dragonlance не хочется как-то продавать, и ты берешь себе пику. Потому что, ну, почему бы и нет. Это там лишний форстаф, а форстаф — это всегда классно. Можно там оттолкнуться, или там, наоборот, себе позицию создать какую-то удачную. Но Рома берет пику достаточно рано. То есть у него еще Яша не загрейженная, Falcon Blade есть. Можно было бы по-разному, да, собраться, но вот именно так. А Манта, кстати говоря, у него тоже уже есть. И остается там последний слот вместо... Этой самой... Вместо Falcon Blade. Почти на 10 тысяч нетворс больше у Рамзеса, чем у Кристаллиса. У Кэри команда Энтити. Ну, что... Чего и требовалось-то считать? Конечно. Какое-то время Цисы терпели. Они играли без Рамзеса, но Рамзес столько выкачал. Теперь его убить. Ну, чтобы его убить, надо врываться всем. Всем терым. Нажимать все кнопки. И с расчетом на то, что там же Доу Демон не даст этот слабшут какой-то. А в будущем, глядишь, еще и с Аганим Шардом окажется Роджер. Выход на тройку. Но Энтити ее не контролят. Бангольер на Рейзер. Рейзер в вечном стане. Он с него просто может не выйти. И он с него не выходит, не нажав по КБ. Выкупается Рейзер. Драка продолжается. Фишман ставит Коги. Поднимает тебя в Юл. Метеолит Рамзеса. Бласт Рамзеса. Рамзес все еще Сандер. Может быть нажать какого-то сяпика. Пока просто пытается ТБ уйти. Сандер есть Сандер в Роджера. Все правильно. Других вариантов просто здесь не будет. Вену в таверне без Байбека. Санстрайк плетел. Мимо. Задебрески на погоне от Кристаллиса. Кристаллис идет до конца. Нет. Не получится. Но тут герои такие красные. Казалось бы, тут убивай всех. Всех подряд. Торрента поднимают. И Рамзес соло принимает Кристаллиса. Остается. Спирит Брейкер. На Спирит Лекс уходит. Ну и наверное покидает эту драку. Полная победа. Цисара Джекс в рамках этой драки. Санстрайк полетел. Санстрайк в Рошана. В Рошане. Прошь пить и пока пусто. Рамзес. Тут еще и рядом Фишман трется. Но лучше Фишман отсюда уйти. Отхилил тиммейта. Нажал Сатаник. Подхилился сам. Все четко. 24 уровень при этом. Ой-ой-ой. Но снова. Снова риск от Фишмана. То есть непонятно, что расчет снова. Если бы хукнуло, что бы было с ним. Да, да, да. Если просто хукнусь Рамзеса от Фишмана, тогда да. Просто. Сам факт. Ну, был бы инвокер с катаклизмом. И то наверное не факт. И что? Аклизм. Там же Сатаник. Ладно, у Рамзеса ДД. Но нет меты. Да, честно говоря, наверное, в рамках того, что сейчас имеют Цист Ржекса, это не так важно, учитывая, что Рейзер в таверне. Рамзес просто на пике, я думаю, может даже прилететь за каким-то героем и уничтожить. За счет Скайди там как-то. Да, да, конечно. Вроде 3000 перевес, да, всего? Вот если убрать Нетворс, а не смотреть на них, кажется, ну, наверное, ситуация и крайняя. Но когда мы открываем Нетворс, мы понимаем, что прям тяжело. Я скорее поверю, что инвокер здесь надежда, что Шторм Штормер может какой-то мега-супер-ультра-прокаст выдать, когда там слоты еще появятся. Может рефреш какой-то, а гоним. И может быть инвокер здесь способен убить Террор Блейда. В Рейзера я уже не верю. Падает Рошан. Все для ТБ. Пока даже агонимшартника мне дает. Подобрал, ну правильно. Смоук от Цисра Джекс. На топе толкает аккуратно линию Спирит Брейкер. Спирит Брейкер почти что с агонимом. Наверное, цель номер один Спирит Брейкер это какой-то Шедоу Демон, если мы не говорим о варианте, что там ТБ убить мгновенно. То Шедоу Демон, классная цель. И с агоним Шедоу Блейдом, да. Наверное, можно будет управляться с Роджером пока у него нет ковного диска. Что по слотам? Рейзер дофармливает рефреш. Экономически Кристалли себя после выкупа просто уничтожил. Он же дважды умер, получается, за минуту. Да, и по предметам тут прям голяк. Вот этот casual пледмейл, который мы уже видим все чаще, который ни во что не апается на этапе мидгейма. Даже он не спасает. Пангольер. Нагоним Шард, Блинк Юл, 2200. И сказать, что Паша богат. Паша очень беден. Вы посмотрите экономику. Уже Спирит Брейкер, позиция 4. Пашу обгоняет. Но Паша свой импакт выдает. Честно, к нему особо-то не придраться. Он делает необходимые вещи в драке. На топе. Врыв на Рейзера. Но тут, наверное, даже уже и Пакабани спасет. Пурш или Порт. Окей, спасет. Сбить-то нечем. Нечем. Пока что Фишман улетает на крипов. Но нет, нет, нет. Его, конечно, не отпустят. Если лететь, то вниз. А вниз там крипов еще в тот момент. Пишман найти не мог. Но он много времени перетягивает на себя. Наверное, из плюсов. Учитывая, что у Цисов Аегис в этот момент. Хоть какие-то секунды хочется выиграть. Падает один. А инвокер можешь сейчас хорошенько толкнуть вниз. Попытаться может разменяться. Тогда... Ну, можно сказать, что это будет даже хорошо. Лейтите. Идут Форс Спириты. Инвокер рядом. Инвокер боится. То есть боится даже Алакрити на Форжа дать. Хотя непонятно, чего он боится. У него БКБ. В любом случае просто БКБ телепорт нажимает. Там же ни одного, ни башера нет. Ни возможности задизейблить тебя свой. Ему нужно максимально сплитпушить. Вот сейчас оставаться здесь. Идти на Т3. Заставлять врагов телепортироваться обратно. У Розора вот к началу этого тимфайта появляется рефрешер. Но ему нужно еще как-то выиграть 15 секунд, чтобы у него БКБ появилось. У него телепорт один. Он не может прийти, понимаешь? У него выбора нет. Он будет ждать телепорта. А БКБ уже в этот момент откатится. Вот, вот. Вот что я и говорю. Что Инвокер может делать? Какие чудеса. Ну, теперь у него метеорит в КД 40 секунд. А Рамзес как бы отхилился за счет Сатаника. Подрубил мету и ломает в сторону. Чудеса, конечно, классные. Но этого мало. Мало. Ломает Рамзес линию. Один. Ну, Рейзер понял, что ему лететь. Это правильный момент. Что лететь сюда, если вы все равно против Аегиса драться не готовы. Вопрос, пойдут ли дальше циксы. Хотя крипов на миде нет. На боте крипов нет. Да, подтолкнули тайн-тите линии. Классно. Могли, наверное, зайти через мид. Через топ на мид. Но решили этого не делать. Несмотря на лечо Аегиса. Убивает Шедоу Демона. Нашли его на тройке. Хотя, скорее, именно Шедоу Демона на тройке искал цели. Кристалиск. Соло. Пошел душить ФНГ. ФНГ. В Юлин. Он здесь умирает, естественно. Депрескид. БКБ не жмет. Врывается Пангольер. Контролит Рейзера. БКБ успел в этот раз нажать. Врыв на ТБ. Не надо, дядя! Врывается Фишман. Ну, конечно, вариантов просто нет. А Маегис ведь все еще. Гель. Метеория. Депрескид. Блокинг Барр действует еще очень долго. Торрент в Рейзера. Рейзер бьет на классной позиции в хайграунде. Депрескида убивает. Принимает Пангольер. Он ловит Хекс. Санстрайк полетел. Пашу убили. И Рамзес остался один. Рамзес остался один. Все в таверне. И что ребята за это время могут сделать? Готовы ли они прямо сейчас идти на мид сами? Хотят, наверное, дождаться байбеки. Они же не знают, у кого-то есть, у кого нет. Ну, хорошо. Давай так. Не могут. Потому что Джакира спавнится 10 секунд. Макропир у него есть. ДБ. Так, ну если Рома... Ну, АХ есть. То есть даже сейчас невыгодно ему убивать. Да, ему все равно. Но его не особо, знаешь, хотели избивать. Я бы на его месте развернулся и еще ручкой бы помахал. Так. Типа. Давайте. Убивайте. Да, и выходит Джакира. Все, не спушить. Но такая, как бы, тревожный звоночек есть. Потому что, опять, что за драка такая от Citheregex? Слушай, ну там Рейзер вышел, задавил. Казалось, что он очень глубоко шел. Но согласись, он просто пошел по Т2. В тот момент еще один. Да, но все равно, вот как бы, что бы на карте не происходило, вот серьезно, если ты можешь не драться, когда у тебя нет метаморфозы, не дерись. Вот это простейшая формула игры на Т2. Простейшая. У тебя нет метаморфозы, не дерись. И твоя команда, тут даже не дело, как это, Рамзеса, там, что-то как-то предупредить тиммейт. Команда должна понимать, у Т2 нет метаморфозы. Он не хочет. Он не хочет драться. Может, конечно, Рома там сам и заколил. Типа, парни, го, так развалю, у меня Аеги, сейчас мы их всех поубиваем. Ну да, там момент, на самом деле, и правда был неочевидный. Но всегда можно, ну, как бы, спустить на тормоза вот это вот дело, когда начинается какая-то драка. Отдать там одного-двух саппортов, сказать, все-все, ладно, там метаморфозы нет, ради бога. Давайте, парни, там, увидимся с вами через 30 секунд. Вот, и кажется, цисреджекцы решили повторить то, что они сделали, там, пару минут назад. Они просто сейчас пойдут на ХГ, нажмут метаморфозу, нет? Все, Аегис-то нет, и очень много энтити заработали. Инвокер, Акторин. Уже, вот, уже будет тяжелее. Сейчас для цисов очень важный момент, они тут запросто сейчас могут драку слить. То есть у энтити шансов больше. Веник, посмотрите, с Акторином, 22 уровень. Ой, не знаю. Ну, это сейчас будет прям дело тяжело, это не будет легкий заход Рамзеса, явно. То есть его сразу же будут готовы принимать. Или неточный метеорит, Рамзеса врыв. Манта стоил, Рамзес блестяще. Сыграл. Просто не ловит чарж на развороте без спиритбрейкера. Ну, красиво, что уговорить. Кристаллис пошел вперед. Ультимейта 2 на готове. БКБ, ну, слушай, больно, его просто руками избивает Рорблейд. Залетает Айспас, еще один Блэкинбар активирован. Еще один статиклинк. Добивает спиритбрейкер. Пангальер погибает. Байбека нет, Кристаллиса можно убить. Кристаллиса убили. Три байбека от команды энтити. Летают торренты. Террорблейд живет. Он остается с Сандером. Нажимает сатаник. Получает тут же торнадо. Полетел санстрайк в Рамзеса. Урона пока маловато. Манта сбрасывает себя эффект гельность. Передбрейкер вырывается в терперскида. Прекрасный дизрапшн от Роджера. Работа четкая. Принимает Роджер инвокер. Инвокер, оказывается, сам Юли. Метеорит уже имеется. И метеорит. Плюс БКБ. Метеорит торрблейда. Рамзес. Есть Сандер. Нажимает телепорт. Рамзес, если чем сбить. Клок в таверне. И торрблейд уходит. Но вся команда мертва. Это три байбека от команды энтити. Что делать теперь? Хочется всегда в такие моменты самим байбеки выбить. Рошана не может быть никак. 40 секунд минимум до него. И, наверное, энтити хочется заставить противника также нажать байбеки прямо сейчас. Либо сломать. Ну, сломать бы что-то. Ну, хотелось бы, конечно. Конечно, хотелось бы. Потому что... Как долго это будет продолжаться? То, что вы как-то там отбиваетесь. Просто в следующий раз у вас баев не будет, чтобы отбиться. Вы потеряете какого-то героя на пик-опе. И все. И враг пойдет заканчивать игру. Поэтому, да, ребята бегут вперед. Джакиры надо покупаться. И макрофиру класс. Давай, Тёма. Твой выход. Да, идеально. Глиф есть. Глиф есть. Да, телепортируется. Глиф нажимается. Может быть, зря. Ну, ладно. Ну, и все. Но эти боятся. Байбеков-то нет, да. Конечно, так страшно идти уже. Там Рошан будет через 35 секунд. Это их шанс, на самом деле. Ну, как? У ЦИСов уже все герои будут живы. Поэтому тут... Ну, да. 5 на 5. 5 на 5 ситуации, где... Даже если ТБ умирает, например... Он может выкупиться и вернуться забрать Рошана уже спокойно. Идти с Аегисом давить. Энтити Тайгис нужен. Давай байбеки включим. Что-то по статусу. ТБ, инвокер, вену и штутим. Ну, в конце концов, у Энтити остался у инвокера и вену в байбеке. На двух корах. Весьма живучих и очень важных. Вену почти 25-й. Что там по важности вообще? Супер талант, а не супер форс? Я вот что-то игрок на вену просто. Сильные таланты или нет у него? Да. Ну, знаешь, есть герои, которые прям супер таланты. Есть, которые, ну, не особо тебе важно. Это нормальный. Там варды эти не разбить. Ты имеешь в виду, что 25-й уровень и, там, 2,5 урона. О, я не знаю, что. Я вас спрашиваю, тебе, да. Левый, левый берут талант. У него же все таланты, посмотри. У него поздний стинг слоу. КД, варда. Ну, и, соответственно, 25-м тоже. Фишман умирает. Фишман умирает. Фишман без байбека. И драка на рожане. Если она будет, то она будет в меньшинстве. Энтити только 4 игрока. Выбиваются слоты 4-го разряда. Таймласс релик для вену, мне кажется. Это просто великолепный предмет. Или для инвокера. Посмотрим. Даже не знаю. Наверное, для вены все-таки вкуснее. Таймласс релик с аганимом. Не, надо брать. Надо брать таймласс релик. Вена сейчас такой вот с аганимом. Он реально же может уничтожить драку. Но Рошан падает. Аганим в рошане. Я думаю, что запросто могут Рамзесу этот аганим отдать. С другой стороны Роджер стоит, улыбается. Говорит, может парни мне? Аганимчик-то. А? Да. Да-да-да. Роджер теперь с аганимом. В принципе, всегда можно купить все еще аганим-шард. И в случае экстренной ситуации спасать Террор Блейда. И сбрасывать с него негативные эффекты. Это ведь тоже очень крутая схема. У тебя пурш будет и на противника, и на своего союзника. И плюс к этому ты же еще регенишь. Сколько регена? Плюс 700 хп, например, добавить ДБ. Ну, прикольно будет. Если вдруг у него по Сандру критически не успевают. Хотя пока у Рамзеса таких ситуаций не было, что он там Сандр не успевал нажать. Он довольно, да, универсальный герой. Ты говоришь, что, ну да, да, с аганимом, там, с шардом. Это правда. То есть там один можно в тиммейта, один можно в врага кинуть. По сути, вот что Роджеру надо в идеале, это купить шард, кинуть на тиммейта. Он будет постоянно сбрасывать гель с тебя. То есть даже если в тебя там гель прилетит позже, то он все равно его, ну, как бы, уберет этот дебаф. Один пурш нужно в спиритбрейкера, чтобы бульдоза он не нажимал. А другой пурш просто в разора, чтобы, ну, он не бегал по драке и не всасывал урон. И все. И Террор Блейд просто нажмет метаморфозу и всех убьет. По идее, это должно выглядеть именно так. Понятно, что там по ситуации можно там и в инвокер. Паркин, чтобы он не убежал, если вдруг вы его подцепите. Может, инвокер все-таки купит рфрэш останется без бая, шторм-сторомер. Мне кажется, это критический момент. Я думаю, что ему нужно что делать, да. Что он выкупится, но толку кнопок-то нет. А тут столько можно всего с никого нажать. Смотри, как классно Entity толкают линии. Реально молодцы. То есть по факту только помиду, ребята готовы заходить. Крипов больше нет. Но с другой стороны помиду заходить можно на любые линии. Падает и три, и на одной, и на второй линии. Клок покупает Аганим. Окей. То, что это предмет, которого мы тут все ждали долго. Рамзес на пике. Полетел сам. В него санстрайк. Рамзлетает слишком долго. Хукшот. Хекс. Корабль Рамзеса. Дизрапшен. Работает Роджер. И будет какое-то время Торрор Блейд жить. Есть Сандер у Рамзеса. Рамзес Сандер пока не понимает, куда жать. Потому что Рейзер бегает в Блокинг Барри. И Кристаллиц в Блокинг Барри вынужден просто уйти. Высасывает 128 единицу урона. Торнадо в ТБ. Очень много яда. Там столько контроля и ТБ умирает. Жесть. Виномальтер просто разорвал. Аегис Суфнг. Сори. Я что-то этот момент немножко пропустил. Шадо Амулет плюс Телепорт. Но нет. Подцепили, убили. Ну и по сути ничего не смогли сделать. Ни одного байбэка. То есть Рамзес так нагло шел. Не имея Аегиса. Вместо, не знаю, Блокинг Бара, например. Вместо Блокинг Бара. А потом Кабану. А потом переложить. Ну да, да, да. Это, конечно... Ну не знаю, заливная. Это не заливная? Да заливная, конечно. Ну драка заливная прям по жести. Ну там, дай какая-то река быстренько. Откроем. А урона, конечно, 6000 от инвокера. 4000 от... И от спиритбрейкера почти 5000. О, вот кого не ждешь. Что он столько. Что он топовый депейсер может быть. В команде на 44-й-то. Мало? Крича от Entity. Мало байбэков? Еще хотим. Хотим Рамзеса. Рамзес, выходи. Рамзес не жмет бай. Но нет и нет. Ой, тут зашел Сулкетчер. Пурш на инвокера. Бьют Пангальера. Выкупается Рамзес. Пашу можно убить. Летят корабли. Пангальер. От фишмана. Паша живет. Но там столько яда висит. Не факт, что он переживет весь этот урон. Пангальеру может умереть прямо на фонтане. Пангальера 1-й хп его добили. Больно Кристаллису. Кристаллис умирает от Пуржа. Он без байбэка. Теперь брейкер улететь не успел. Остается у него чарж. При этом, может быть, еще и побежит на чарже. Полетел на чарж. Страйк депресски до попытки от инвокера неудачная. А сейчас переобузить армлет. И полетел. Нет, это экзмарк. Переобузить армлет. Что ты делаешь? Он армлет выключил. Он армлет выключил. Да уж. Он же просто до пацана добегал. Элементарно. И ботал перекладывал. Может, мискликнул. Не знаю. Но теперь надо, не знаю, в сторону сломать. Беда в том, Форс, что ТП уже сильнее. Не может стать в два раза, да? Ну, ты все. Он уже с свой пика достиг. В следующей драке он не придет. Еще у него не будет винат флотов. Я, кстати, не уверен, что ему стоит игнорировать покупку Манки Кингбара. Может, стоит доедалось продать, купить МКБ. А, у него денег нет. Хуй, ну. О! Ой-ой-ой! Без вайбека Рамзес! Двойной прокаст на Шторшторм Штормера! Апостол умирает! И это... Не, ну Фишман уже все. Разошелся. Ой-ой-ой. Столько вообще тут манера, я их давно не видел. Да, да, это на грани. Ну, это до 20 л, конечно, дпсип такой не позволили все ребята. Ну, слушай, после стольких лет Фишман терпел. И вот он, момент успеха. Че, игра-то закончится? Вопрос. 90 секунд нет, дп. Разор. Ждут Разора. Ему может, выщет травола какие-то купить. Продать тапа, купить травола, да. Продать тапа, купить травола. Хотя ванпост есть. Не-не-не. Глупости мы говорим. Скорее я поверю, что продать ПТ и купить Аганим, там, или что угодно. Или Плотмейл, или Фалкенблейд. Не знаю, вот ты видишь вообще фанголера в этой игре? Я не вижу. Мне кажется, что теперь его реально нет в этой игре. Сочни, вот он. Где он? В дизрапшине? Мне кажется, честно говоря, Роджер зря не купил Аганим Шард. Если вы на ТБ играете. Это же ты сбрасываешь эффект. Постоянно. Я не уверен даже, что, может, Роджер даже не знает про это. Ну, как, не обращал никогда внимания. Ну и что, ГГ? Форс, я думаю, что... Я думаю, что да. Ну и кулька-то без рапира. У нас кулька саппорт такой, знаешь, своеобразный. Он же не дэмэдж ливер, уже давным-давно. Расчет только на Рамзеса. А Апостол отдыхает пока. Ну и прокаст от инвокера. Остается голый трон. Бьют. Бьют трон. Рейзер, два ультимейта. Аганим есть. Ультимейт работает на трон. Пауза. Рамзес сливает из этой карты. Can we disable bots on the next game? Блин, ну зачем? Зачем так жестко? Ну что? Вот сколько вы мажоров выиграли? Пожалуй, не успею урнуть дров. Божечки-то мой. Ну это на грани. На грани вновь. Это да, это прям по злому. Ну что сказать. Должны были с Реджекс это выигрывать. Я думаю, никто не спорит. Не станет с этим спорить. В том плане, что у них все было хорошо. Довольно продолжительное время на этой карте. И что послужило? Я же говорю, вот эти вот драки, когда Рамзес не может подключиться, когда у него метаморфоза в КД, они приведут реально к печальным последствиям. Что там раз вот они подрались, где-то нафидели, а Рамзес не был готов. И там два подрались, три подрались. Ну вот, пожалуйста. Как бы рано или поздно там появились вещи. И такая вот ситуация получилась в игре. Так, ну что. Цис Реджекс покидают турнир. Занимают четвертое место. Зарабатывают 4000 долларов. А команда Entity проходит дальше. Где встретиться с проигравшим парой Na'Vi против Team Tickles? Матч Na'Vi Team Tickles начнется в ближайшие 10-15 минут. Поэтому оставайтесь на нашей трансляции. Не уходите далеко. Я думаю, еще самая вкусная дота впереди. Хотя, честно говоря, кто сможет перебить эту карту на этом турнире, я уж не знаю. Но посмотрим, может быть, будет чудо. Ждем вас на трансляции через 15 минут.